Папа, Шурин, здравствуйте. С приветствием, Блюлый Зельт. Сейчас приятного по деревне мало. Милый брат, позвольте мне сначала проспросить, что есть случилось без меня? Ведь был в отсутствии, да, шутка? Два дня. Дарина, расскажи о новостях, что вы тут делали. Здоровельно мочаться. Да, вот у госпожи позавчерашний день вдруг приключился жар и страшное вегле. Ведя, да? Да, что? А что от Артю? А, госпожа, от Артю. По милости Господней еще стал здоровей, румяней и довольней. Как бы ни старался автор отвертеться, все равно идея это глобальная затея. Собственно, на пороге годовщины революции 1917 года вот этот спектакль в репертуаре электротеатра Станиславский появился явно не случайно. Хоть автор задумывал его давно. Вот и здесь все о крахе, фактически о той революции, о том бессмысленном и беспощадном. Точнее о том, что к этому привело. В сценографии воссозданы интерьеры Ипатевского дома, где расстреляли императорскую семью. А внутри они Николай II, государственная императрица Александра Федоровна, наследник Алексей. И сразу четыре великие княжны, которые за одну расщепленную Мольеровскую Мариану. Здесь дарственная грамота, фактические отречения от престола. А еще много дополнительных аллюзий. Предсмертная фотография, канонизация после смерти. Их покой нарушает одно бескомпромиссное и безграничное зло. Продатое чудовище из преисподней, из-за которого в данной конфигурации, естественно, Григорий Распутин. Продолжение следует... Простите, мне щекотно. Не видам ничего. До чрезвычайности во всем мы преуспели. О да, о да. Но не пора ли потолковать о деле? Вот в этой сцене фактически Распутин с императрицей. В общем, Филипп Григорян решил поставить классический текст по всем правилам и канонам. Длинный, монотонный, с долгими монологами, паузами и обстоятельными мизансценами. Но скучно зрителю точно быть не должно. Ведь это и есть та великолепная смесь французского с нижегородским, культуры гальской и а-ля рус, которые так были всегда генетически и исторически близки. Вот и получается взрывной и очень красивый микс, роскошный по-настоящему королевский спектакль. Можно сказать, театр, который мы потеряли, не кондовый и замшелый, а при этом еще и передовой, такой неоклассицизм, по которому уже успели соскучиться в потоке иммерсивных и интерактивных современных постановок. При этом все прелести нашего театра, несмотря на ретро-обертку, сохранены. Так что и поклонники такого Григориана со спецэффектами будут довольны. Всего здесь предостаточно. Есть и видеопроекции, камера на сцене и многомерное пространство, которое разделяет зрителей по разные стороны баррикад. Кто-то смотрит со стороны света, другие как будто из чулана, из темноты. Потом они меняются, но фокус восприятия всегда разный. То есть либо смотришь с одной стороны всегда, со стороны зеленого царского дома, либо из-под поля, как будто из черного угла тортюфа. Трансформация здесь всегда, везде и во всем. Вот и похотливый поп, который завладевает главным героем, Аргоном или Николаем, как хотите. После того, как все рушится, после того, как дарственное подписано, все трещит по швам, связь времен теряется. После такого он превращается уже и вовсе в нарочито, в трансвестита в золотистых нарядах. Вот здесь уже разыграются под конец по полной. Вот потому большая часть спектакля, как раз пьеса тортюфа, очень подробная, долгая, длиной 2,5 часа. А потом вот второе действие, все резко меняется. Фактически, собственно говоря, на несколько минут, чтобы показать, как случилось это падение. В тот момент, когда Аргон проклял своего сына, когда отдал жену этому чудовищу, тортюфу, на этом все и заканчивается. И начинается та самая подсмертная дискотека, на которую приглашаются все герои-зрители. После этого уже все не имеет никакого значения, все съезжает. Вот и получается в итоге революция, в которой именно такие люди, как тортюф, лицемерием и ложью, перевернули все с ног на голову. Этот безликий монстр сковал голову государства, и пирамида тут же порушилась. Действие перенеслось в ад, в миры потусторонние, где, возможно, все что угодно. Даже трансвестит проповедник. Все, что и случилось, можно сказать, после 1917 года. Тогда распалась связь времен, глава семьи уже ничем не владел, начался хаос длиною век. Все стало в одночасье чужим, как будто из другого времени. Но прежняя жизнь утеряна окончательно, и больше ее точно не вернуть. Может, об этом утраченных иллюзиях и этот спектакль. Вот и получается, что этот тортюф Григоряна очень важная и нужная сегодня постановка, которая не прямолинейна, не в лоб, а все больше такими вот эстетическими способами, виньетками, можно сказать, показывает, как это зло становится привлекательно. А уже контексты, наше внутреннее представление об истории, в том числе, расставят все по своим местам. Про монструозность зла и невероятную способность приличных, порядочных людей к его принятию. А значит, к вечному самообману. Вот о чем этот спектакль. Но главное, это все-таки тот случай, когда даже классическая постановка, которая получилась хорошо у Григоряна, может быть модной, со множественной перспективой, можно сказать, даже стрипом в том же самом времени и пространстве. И здесь не надо придумывать ничего особенного и диджитального, как сегодня любят, достаточно аккуратного обращения с текстом, мольера в данном случае, вкуса и верной исторической основы. Здесь все сошлось, опять же, три единства. Так что вперед, назад в будущее.